hello it's me да всем привет я покажу вам маленькое видео как я делаю шоколадный мусс а вот заходит сюда люди заходят убегают покажу вам как делаю шоколадный мусс значит в качестве шоколада это идет кувертюра кувертюр я просто забыл как называется бывает значит пытаешься перевести быстро раз-два и забыл и короче шоколадный мусс делать очень просто очень быстро я вам дам рецепт стабильный стандартный рецепт в этом случае я сделал по 70 грамм в каждом стаканчике но я вам напишу порцию на 3 килограмма попробуйте делаться принципе несложно если вы все будете слушать так как я говорю так как я делаю и все у вас получится кстати многие повара этого делать не умеют у них постоянно то расслаиваться то отслаивается то не загущается то еще что ну вот вот как здесь например далеко ходить не надо вот кто-то из коллег сделал мусс у него получился то есть каком в плане получился он у него не пышно у него нет воздушности что-то у него пошло не так он у него плоский ну так бывает как я говорю не у каждого повара получается но важно конечно чтобы этот шоколад был кувертюр иначе он у вас нужно будет работать желантином шеф дал задание приготовить шоколадный мусс значит сливки у меня взбиваются шоколад я растопил мелко порезал растопил на водяной бане все он уже мягкий ну и теперь на водяной бане взбиваю яйцо желток и сахар до консистенции цветка розы но это когда она уже будет готова масса ее просто подчерпиваешь лопаткой ну вот такой на нее дуешь и должен получиться цветок розы как только такое у нас узор вырисовывается значит масса готова я в массу добавил чуть-чуть водички это делается для того чтобы желток не скомковался десерт вообще это не моя стихия но тем не менее это не значит что я их не умею делать 1 год 1 год приходится десертами все-таки занимается потисье но как такового у нас нет делать буду я проверяем массу еще чуть-чуть все цветок у нас получается масса готова и теперь лично сахарную массу вводим шоколад перемешиваем вот такими вот вращательно поступательными движениями или поступательно вращательными движениями кому как больше нравится все масса у нас однородная и теперь вводим сливки сначала небольшую часть сливок чтобы у нас масса стала немного жидковато еще чуть-чуть ну вот сейчас этих сливок уже растворилась в шоколаде шоколад уже не скомкуется у нас он уже не станет у нас комком и поэтому мы теперь добавляем все сливки разом и теперь начинаем аккуратно сливки вмешивать в шоколадную массу немножко чашку я не рассчитал поэтому срочно перекладываю чтобы не можно было вымешивать дальше все шоколадный мусс у меня как таковой готов масса однородная вы сами видите он воздушный теперь его помещу в кулинарный мешок и стаканчики отшприцую все так ну вот мешок я поместил пекарский точнее в кулинарный и теперь мы по 70 грамм я буду наполнять стаканчики муссом и сюда сверху потом пойдут сливы ну шеф уже подготовил какие они там будет ну с сахаром с вином сделанных это сварился специями все здесь я там я закончил сейчас я его обверну плетать пленочкой ну почему беру пленочкой ну потому что не то чтобы там не заветелся заветелся это мелочи жизни просто малышные продукты имеют такое свойство впитывать все запахи холодильника а в холодильнике у насчет чего там только нет и готового мяса и овощей всего всякого разного поэтому нужно это все дело обязательно защитить от попадания воздуха еще разочек сверху а нижняя часть станет на другие ящики которые уже от воздуха защищены поэтому низ я не оборачиваю вот и все в принципе как готовится десерт именно шоколадный мусс я вам показал если кому-то нужен будет рецепт напишите в комментариях я вам сброшу да и все ну по такому же принципу можно сделать и шоколадный мусс из белого шоколада из белого кувертюра но в этом случае нужно будет действовать немного по-другому здесь на каждый килограмм продукта понадобится еще два грамма желантина желатин для начала нужно размочить как положено воду лишнюю отжать слить растопить его на не сильном огне или микроволновой печи добавить в него чуть-чуть буквально совсем немного взбитых сливок которые вы уже взбили это нужно для того чтобы просто желатин он как бы растворился в сливках иначе если вы будете работать по-другому то вбросив туда полностью всю массу вас желатин он просто-напросто скомкуется то есть появятся комочки которые будут очень неприятны поэтому в этом случае желатин конечно сначала нужно будет сливками разбавить как вы видите что он должен быть теплым еще разбавили со сливками все нормально и потом вы можете его смело с ним работать вводить его в шоколадную массу сначала шоколадную яичную массу а затем добавлять сливки все полностью как раза как я показывал на видео вот принципе и все да кстати кувертюры вы можете купить в любом дискаунте начиная от али лидл это и так далее и тому подобное то есть с этим проблем нет он продается в таких небольших блоках если я не ошибаюсь по моему по 250 грамм примерно так ну как я уже сказал рецепт будет внизу для себя просто почитайте сами на сколько вам нужно